Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновск. Студия Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И вначале коротко главная тема этого выпуска. Напоминание о ценности жизни, свободы и мира. Канун Дня Победы в Ульяновске возлагают цветы к братской могиле. Региональные дороги продолжают делать качественными и безопасными. Работы по нацпроекту уже начались в четырех муниципальных районах. Обновлен не просто фасад, но и принцип работы. В Барыши завершился ремонт кадрового центра. За помощью сюда приезжают жители всего района. Сегодня традиционно в канун Дня Победы в Ульяновске состоялось возложение цветов к братской могиле. У захоронения почтили память воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Через ульяновских медиков прошли десятки тысяч советских солдат. Каждый седьмой после лечения вернулся на поле боя. Но, к сожалению, спасти жизни всех не удалось. Под гранитной плитой на территории Воскресенского некрополя покоится около 500 бойцов. Представители власти и общественности, ветераны, военные и курсанты преклонились перед подвигом погибших красноармейцев. Более 26 госпиталей было организовано для лечения наших раненых. К сожалению, не все с этой войны вернулись живыми. К сожалению, есть погибшие. Вот мы сегодня с вами находимся на братской могиле, где 507 воинов захоронены, отдавая свою жизнь за нашу великую победу. Поэтому вам хочется сказать огромные слова благодарности и низкий полтон ветеранов. Мы помним, мы гордимся своими дедами, прадедами. И мы все с вами знаем, что и сегодня наши доблестные вооруженные силы, участвующие в специальной военной операции, обязательно победят. Всем всего самого-самого-самого доброго. Помним, гордимся. Память о воинах – это наша история, наследие и будущее. Их подвиг каждый день напоминает нам о ценности жизни, свободы и мира. И снова ремонт. Дорогие российские дороги требуют внимания и вливания финансового из года в год. В нашем регионе в этом сезоне предстоит отремонтировать 26 участков, из которых 22 объекта областного значения. Общая протяженность – 68 километров. Также предусмотрена работа и в городе Ульяновске. Это пять объектов уличной дорожной сети. На сегодняшний день хочу заметить, что на улице Пушкарева уже начали подготовительные работы, отфрезерованное дорожное полотно. Вот вскоре будет производиться укладка нового асфальтобетонного покрытия. Все эти работы, безусловно, мы планируем произвести в сроки, указанные в контрактах. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начались в четырех муниципальных районах области – Чердоклинском, Меликесском, Новомалоклинском и Кузоватовском. На участке Кузоватого без водовка «Студенец» сейчас трудятся 10 рабочих, подмогу им 5 единиц техники. Также дорожники обновят более 34 километров автодорог опорной сети, продолжат свои устройства освещения на транзитных участках в планах 14 объектов – это почти 20 километров. А на Соборной площади в Ульяновске прошел областной смотр «Марш Победы». Его участники – более 60 команд, учащихся средних общеобразовательных организаций. Все они – победители муниципальных смотров, строя и песни. Кто же стал лучшим из лучших? Об этом в материале Эдуарда Истомина. Кадеты, школьники и юноармейцы. Всего 64 команды и около 700 участников. Смотр в разных категориях и возрастных группах. Его программу разработали согласно строевому уставу Вооруженных сил России. Четкость и правильность расчета, а еще выполнение строевых приемов, как на месте, так и в движении. Юноармейцы из Майинского многопрофильного лицея в этом году полны решимости стать лучшими. Командир отряда Илья Марков безукоризненно отдавал команды. Его сверстники долго и упорно готовились к смотру, оттачивали строевые движения, добивались их четкости и синхронности. В прошлом году отмаршировали хорошо, нормально. Все родители довольны были. Но, к сожалению, ничего не заняли. В этом хочется что-то занять. Я думаю, что победа будет в наших руках. Ежели не будет, то, как говорится, есть только первое место и все остальные. Прошлогодние недочеты учли, работу над ошибками провели, школа помогла с новой формой. Да и педагоги вложили в подопечных немало сил, времени и нервов. Каждый день после уроков оставались, репетировали, готовились. А победят лучшие, ведь жюри судит строго, но справедливо, напоминает Валерий Почтарев. И формально исполненная песня в строю не выведет команду в победители. Она должна не просто громко кричать, петь ее должны от души, от сердца, чтобы они пели над соответственно. Но и есть хитрость, правильно, чтобы судьи слышали, нужно немножко повернуть голову вправо. В этом году смотра проходил под знаком двух дат. Сам он десятый по счету. Кроме того, юбилей этот в преддверии Дня Победы. Я думаю, это тот марш, где явных победителей нет. Каждый ребенок, который участвует здесь, каждый победитель. А теперь об итогах. Лучшие среди старшеклассников вновь патриоты из Кузоватовской первой школы. Среди пятых-восьмых классов победили ребята из 79-й гимназии. В юно-армейской категории реноме подтвердили ученики 47-й школы. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. В Ульяновской области пятый сезон международной эколого-просветительской акции «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о героях прошлого и современности. Число выбрано не случайно. По официальной статистике, именно столько бойцов погибло во время Великой Отечественной войны. Из Майнского лесничества Элла Шахова. «Прижимаем мечом. Сперва на себя мяч, потом от себя». Инструмент этот давний называется меч Колесова. Разработан он специально для посадки лесных культур. Здесь в ямку высаживается сенец сосны. И так каждые полметра. На площади более одного квадратного километра будут высажены около 8 тысяч сосенок. Следующие пять лет их будут пропалывать, чтобы трава не закрыла от солнца. Врыхлить почву, чтобы корням лучше дышалось. В общем, полный уход. Пока не повзрослеют и их ряды не сомкнутся. Начнут касаться друг друга. Через пять лет будет она считаться, как переведем, сомкнувшись. Они уже выглядят где-то метр с небольшим. Метр 20, метр 30. Вот такие будут уже. В акции приняли участие не только лесники, но и местное школьное лесничество. Волонтеры, экологи, слушающие Министерство природы. Все с большой охотой. Ведь в России нет семьи, где кто-то из прадедов не воевал во Второй мировой. У меня дедушка был на войне с японцами. У мужа у них дедушка был участником Великой Отечественной войны. Они ездили на место захоронения. Они привозили туда землю с Ульяновской области. Это мы сейчас всей семьей, потому что чтим его память и ходим на бессмертный полк. В акции сажают деревья теперь не только в честь героев прошлого, но и в современности. У меня есть дядя, он сейчас воюет в СОО. И я сажаю для него деревья, и я хочу, чтобы он вернулся домой. В этом году акция затронет 19 лесничеств нашего региона. За четыре года в мероприятии поучаствовало свыше 8 тысяч ульяновцев. Благодаря им высажено 500 тысяч новых деревьев. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Майского района. Как найти работу, как построить карьеру и превратить в ее источник силы вдохновения? Ответы на все эти вопросы есть у специалистов обновленного кадрового центра в Барыше. Новый вид и новые подходы продемонстрировали главе региона во время его рабочей поездки по Барыжскому району. Светлый и красочный кадровый центр встречает гостей в Барыжском районе. Обновлен не просто фасад, но и принцип работы. Сотрудники, которые помогают людям трудоустраиваться, повысили квалификацию в разы. Мы же в рамках модернизации не только вошли по федеральным средствам, мы еще и влезли в проект с точки зрения финансирования по обучению. Поэтому всех наших сотрудников обучили в Москве. Ремонт здесь, как и по всем филиалам, провели в рамках федерального проекта «Содействие занятости». И, как показывает практика, все не зря. Сколько посещений в день в среднем? Понял. Человек 20-30. В Барыжский филиал приезжают за помощью жители всего района. Здесь же на базе кадрового центра создан молодежный клуб «Про движение», работающий под девизом «Работа по любви. Как построить карьеру и превратить ее в источник вдохновения». Цель его основная, то есть это помочь профессиональным карьерным пути. То есть с ребятами проводится очень широкая работа с точки зрения профориентации, адаптации на рынке труда, знакомства с предприятиями. Мы ездим также на экскурсии. Вот мы ездили на авиастарк. Вот только на той неделе мы ездили. Нам очень понравилось. Нам завод. Уже ездили, да. Очень было интересно. Нам такие экскурсии проводили. Ребята. Понравилось им? Очень. Помощь в создании своего дела – одно из направлений. Главе региона презентовали успешные практики реализации социальных контрактов. Один из них – организация детских праздников. Это дело, о котором получатель контракта мечтала давно. При обращении в Центр занятости мне сразу сотрудники предложили заключить социальный контракт. Это господдержка государства, следовательно, открытие индивидуального предпринимательства. Следовательно, я сразу же поняла, что я могу реализовать свою мечту, то есть проводить и дарить счастье детям и их родителям. С начала этого года жители всего региона оформили уже больше 800 социальных контрактов. Тем, кто мечтает свернуть горы, всегда приходит на помощь служба занятости или кадровый центр. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск, из Барышского района. Что важно знать при выборе медицинского центра? На что обращать внимание и как различить навязывание дополнительных платных услуг? Говорим об этом сегодня. Через минуту эфир канала «Россия-24» продолжит программа «За обедом». Гость Елизаветы Корнилова сегодня директор медицинского центра «Медстатус» Иван Тенегин. Оставайтесь с нами, будет интересно. К этой минуте у нас все. Все выпуски «Вести Ульяновск» доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на нашем сайте gtrk.defis.volga.ru В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и снег. Днем облачно, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью западный, слабый до умеренного, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области 0-5, в Ульяновске минус 1-3. Завтра днем по области плюс 3, плюс 8, в Ульяновске плюс 5, плюс 7.